Здравствуйте! Вы на канале «Школа доктора Скачко». А я — доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. В этом видео решил осветить очень важный и, на мой взгляд, дискутабельный вопрос. А именно, как правильно пить воду перед едой? Многие считают и рекомендуют пить воду перед едой нужно и всем. Но! Часть людей действительно так может поступать. Часть из вас может по своему желанию либо пить, либо не пить воду перед едой. И это не отразится на вашем здоровье. А часть людей — достаточно большому количеству. Пить воду перед едой противопоказано. Более того, рекомендации меняются в зависимости от того, какую пить воду перед едой. Каждый из вас использует разную воду. Она имеет разное значение для каждого из вас перед едой. И это нужно знать и правильно использовать для своего здоровья. И, просмотрев это видео до конца, вы узнаете правильные, на мой взгляд, ответы на свой вопрос. Как же правильно пить воду перед едой? Правильный ответ на вопрос, пить или не пить воду перед едой и какого качества пить воду перед едой определяет кислотность желудочного сока. Если кислотность желудочного сока сохранена, переваривание пищи в желудке идет прекрасно. В данном случае вы можете за час до еды выпить примерно стакан воды. Чистой воды, если вы уверены в ее качестве. Либо очищенной воды. Если же у вас секреция желудочного сока повышена. Иными словами, в желудке достаточно много соляной кислоты и активного желудочного сока. Вы можете примерно за 40-60 минут до еды выпить стакан уже щелочной воды. Чтобы немного погасить кислотность. Но! В данном случае я бы не советовал вам пить воду. Особенно щелочную. А лучше применить правильное питание. Которое в данном случае у вас отсутствует. Если у вас в желудке стоит активный желудочный сок. Значит вы не знаете что такое правильное питание. Такие видео со временем появятся и на этом моем канале. Есть и на другом моем канале можете посмотреть. Но! В данном случае ответ на вопрос пить или не пить воду скорее не пить. Если же кислотность желудочного сока снижена. Переварение пищи в желудке нарушено. В данном случае категорически нет. Ни в коем случае нельзя пить просто воду. Чистую, очищенную не имеет значения. Стакан за час до еды. Потому как вы можете таким образом себе навредить. Вам лучше выпить воду определенного состава. Минут за 10-15 до еды. А какая это должна быть вода в этом случае? Вы узнаете прямо сейчас. Если кислотность желудочного сока снижена. Иными словами переварение пищи в желудке нарушено. В данном случае уже не за час. А за 5-10, максимум 15 минут до еды. И не стакан, то есть 200-250. А 50-70, максимум 100 мл воды с низким pH вы можете выпить. Иными словами воды кислой. Либо подкисленной. Соком лимонным, клюквенным, брусничным. Либо любым другим. Это ваш выбор. Либо можете выпить компот кислого вкуса. Не с кисшей, а кислого либо кисло-сладкого вкуса. Из соответствующих фруктов, либо яблок. И это будет правильно. Потому как основная цель. Зачем пить воду перед едой? Номер один. Это перед едой. Помочь вам переваривать пищу. Если кислотность снижена. Понятно. Ей нужно помочь подняться. Усилить ее. Если кислотность нормальная. Ее трогать не нужно. В данном случае вода. Стакан воды за час до еды. Не влияет на переваривание пищи. Если кислотность у вас не просто сохранена. У вас секреция желудочного сока резко возросла. То вам не щелочью нужно ее просить. А правильно питаться. Если же бытует мнение. Что вода перед едой нужна для того. Чтобы очистить желудок от остатков непереваренной пищи. Это ошибочное мнение. Если не дай Бог. Вода перед едой выполнит эту функцию. Вам будет только плохо. Пища находится в желудке до тех пор. Пока не пройдет этап переваривания пищи в желудке. И только недопереваренная пища уходит в кишечник. Брожение, огниение, интоксикация. Развитие дисбактериоза кишечника. Ухудшение общего самочувствия. Первый токсический удар получает ваша печень. Дальше токсины разносятся по всему организму. И будут удаляться и печенью, и почками, и потовыми железами. Поэтому таким путем не стоит с такой целью пить воду. А еще одна цель реальная достижимая она есть. Это участие воды в обмене и поддержании водного баланса. Да, и вы таким образом помогаете своему организму не только переваривать пищу, но и поддерживать водный баланс. А каким образом будет ваш организм эту воду использовать? Это уже его выбор. Все зависит от тех условий, которые вы его поставили. А вот какие еще возможности вы получаете, правильно употребляя воду, чтобы не навредить своему здоровью? Вы узнаете прямо сейчас. Еще один очень важный момент. Вы должны реально пить воду перед едой. Тогда у вас все будет правильно. Основные особенности я вам рассказал. Конечно, можно еще учитывать температуру воды. Если вода идет холодная, то она в большей степени раздражает желудок и усиливает секрецию желудочного сока. Если вы такую воду используете за 5-10-15 минут до еды, то пищеварение будет улучшено. Если же вы пьете воду за час до еды, лучше пить комнатной температуры. В этом случае вам не нужна секреция желудочного сока за час до еды. Потому как он пока будет находиться в желудке, будет раздражать стенки. И ни в коем случае нельзя пить воду теплую. Теплая вода может быстро раскрыть нижний сфинтер. Привратник раскрылся. Это может простимулировать заброс желчи в желудок. У вас может появиться после употребления теплой воды тошнота. Если это есть, значит у вас есть рефлюкс. Есть заброс желчи в желудок. Это не самая лучшая ситуация. Попадание щелочного содержимого двенадцатиперстной кишки. В котором желчь имеет PH 8,5 обеспеченную пищевой содой. Идет к тому, что слизистая желудка идет в сторону атрофии. Появляется эрозивный гастродуоденид. Желудок идет через атрофию в сторону рака желудка. Это неправильное движение. Неправильное употребление воды в данном случае. Но, еще один очень важный вопрос. Вы должны реально пить воду перед едой. Иными словами, желудок должен быть пустым. Я уже объяснил вам. Не цель освободить желудок от остатков ранее съеденной вами пищи. Если она не переварилась. Если она переварилась, она покидает желудок самостоятельно. Если не переварилась, нужно помочь ей перевариться. Поэтому очень важный момент. Желудок при употреблении воды перед едой должен быть реально после еды. Иными словами, пустой. И чтобы вы правильно могли делать, правильно могли оценивать состояние своего желудка. И примерно, хотя бы с наибольшей вероятностью определить. Он уже после еды. И готов к приему новой порции воды. Которая не помешает предыдущему приему пищи перевариться. И поможет последующему приему пищи перевариться в желудке. Чтобы вы получили максимальную пользу. Вот это тема следующего видео. Как правильно пить воду после еды. Потому как вода перед едой, она та же и вода после предыдущего приема пищи. Важно, чтобы он правильно состоялся. И правильно произошел для вашего здоровья. Если вы продолжаете смотреть это видео. То узнаете сразу несколько бонусов, которые получит ваш организм. Но! После того, как вы начнете правильно пить воду перед едой. Учитывая индивидуальное состояние своего желудка. В желудке стартует переварение белковой пищи. Растительного либо животного происхождения существенно. Но! Бонус первый. Пища теперь будет перевариваться лучше. В желудке также идет дезинфекция пищи. Часть бактерий, вирусов, грибков погибает в просвете желудка. И когда лучше переваренная. И лучше дезинфицированная пища перемещается из желудка в кишечник. Вы получаете бонус. Второй. Уменьшается проявление дисбактериоза кишечника. У вас уменьшается вздутие живота, урчание. Меньше отходят газы с запахом. Вы это видите реально. То чего вы не видите. Продукты гниения белков теперь в меньшей степени попадают в кровь. И не испытывают возможности выделить на систему. А именно работы печени, почек. Через потовые, через сальные железы. С выдыхаемым воздухом. С менструальными выделениями. С соком простаты. Теперь меньше удаляется токсинов. Белковых. Которые образовались в просвете кишечника. Если вы белки не переварили. Но! Это не единственный бонус. Меньше гниение белка. Соответственно больше белка из вашей пищи попадает в кровь. И следующий бонус улучшается работа печени. Работа печени это 500 ферментных систем. Для пополнения которых для поддержания их в хорошей активности нужны новые порции аминокислот. И вы их обеспечили. В этом случае печень лучше будет поддерживать как метаболический мозг вашего организма обмен веществ. И неважно в состоянии покоя. Либо на отдыхе. Либо вы занимаетесь тяжелым физическим либо интеллектуальным трудом. Несущественно ваш организм получит больше пользы. Но! И это еще не последний бонус. Белки попадают в кровь. И теперь они могут активировать обмен веществ на уровне клеток. Иными словами у вас омолаживается биологический возраст. Сразу вы это не заметите. Ну разве что улучшится общее самочувствие. Но! У тех у кого есть избыточный вес они это заметят. Активация обмена веществ это постепенное уменьшение объема жировой ткани. И это правильное лечение ожирения. Вам не нужно сидеть на голодных диетах. Когда организм вынужден есть сам себя. У него нечего больше есть. Еды то нет. Либо травить себя белковыми диетами. Белки достаточно опасный компонент продуктов питания. Но! В этом видео я не говорю о том что вы должны увеличить количество белка в рационе. Чтобы снизить вес. Вам нужно правильно помочь ему перевариться с помощью воды перед едой. Более того! Эта вода поможет растворить часть белковых токсинов. И в менее концентрированном виде они будут покидать ваш организм. И вы получаете еще один бонус! Реже обостряются цистит, цистопиелит, пиелонефрит. У вас меньше шансов попасть в почечную недостаточность. У вас меньше растет солевой диатез. Мочекаменная болезнь. Меньше выделяется шлаков с мочой. Реже обостряется цистит, уритит. У мужчин бесплатным бонусом. Простатит, аденомопростаты. Вы везде получаете плюсы. Но! И они не последние! Белок попадает в кровь. Его будет использовать и иммунная система. И те бактерии, либо вирусы, либо грибки. Которые находятся в окружающей вас среде. Либо уже как-то приспособились жить в вашем организме. У них меньше шансов вызвать инфекцию. Если же вы хотите позаниматься физически активным трудом. Либо интеллектуальным трудом. У вас опять-таки есть белки для совершения этих видов деятельности. Вот эти бонусы вы получаете только после того, как начинаете пить правильно воду перед едой. Но очень важно еще и правильно пить воду после еды. Чтобы она не нарушила переварни пищи. И вот об этом вы узнаете в следующем видео. Не забудьте на это видео поставить лайк. Либо отправить его своим друзьям. Потому как только правильно употребляя воду перед едой. Вы получаете эти бонусы совершенно бесплатно! До новых встреч на моих каналах! Поэтому пока вы думаете, кому отправить ссылочку, чтобы правильно пить воду. Не только вы пили воду перед едой. Но и ваши друзья, знакомые, родственники. Возможно, для кого эта информация в этом видео оказалась новой. Вы понимаете, что не всем нужно пить воду одинаковую перед едой. И для этого есть четкие критерии. Пить? Не пить? Какую пить? Сколько пить? Когда пить? Эти нюансы все есть. И в этом видео я вам рассказал. Не забудьте поставить лайк на это видео. Ну а пока вы думаете, как распорядиться информацией из этого видео. Я подумаю, как лучше и более понятно написать следующее видео. Как же правильно пить воду после еды? А также какую правильно пить воду после еды? Сколько пить воды после еды? Чтобы ваше здоровье было лучше! До новых встреч на моем канале! Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения!